Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить экран на iPhone 7. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Далее необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Открываем. Теперь необходимо открутить четыре винтика металлической защиты. Убираем ее в сторону. Отсоединяем шлифа от платы. Первый и второй. Теперь необходимо открутить два винтика металлической защиты верхнего шлифа. Открутили. Убираем металлическую защиту в сторону. И отсоединяем шлиф от платы. Отсоединяем. Теперь нам необходимо снять верхний шлейф, динамик и кнопку Home с дисплейного модуля. До этого откручиваем металлическую защиту динамика. Убираем ее в сторону. Вынимаем динамик. Теперь необходимо отклеить верхний шлейф от дисплейного модуля. Делайте это аккуратно, не повреждайте шлейф. Отклеили. Теперь необходимо открутить кнопку Home. Для начала необходимо откручиваем четыре винтика. Тут будьте аккуратны. Если вы повредите кнопку Home, у вас не будет работать Touch ID. Ну и сама кнопка Home. Ну, кнопку Home вы можете заменить. А даже при замене кнопки Home, Touch ID у вас не заработает. Убираем металлическую пластину. Отсоединяем шлейф. Кнопки Home. Отклеиваем от дисплейного модуля кнопку Home. Делайте аккуратно, не повредите ее. Отклеили, убрали в сторону. Теперь необходимо открутить металлическую пластину дисплейного модуля. В каких же случаях нужно менять дисплейный модуль? Ну, естественно, если у вас разбито стекло, дисплейный модуль нужно менять. Если у вас, к примеру, на экране полоса, то не всегда это поврежден дисплейный модуль. Либо, к примеру, если у вас не работает тачскрин, то есть вы нажимаете на него, а он не реагирует. Это процентов 80, что это дисплейный модуль, и процентов 20, что это проблем на печатной плате. Демонтируем металлическую защиту. Она приклеена к дисплейным модулям. Аккуратно ее снимаете. Отклеили. Убираем несправный модуль в сторону. Берем новый модуль. Устанавливаем металлическую пластину. И прикручиваем винтики. Винтиков довольно-таки много. Не путайте их. То есть откуда выкрутили, туда их прикручиваете. Если вы перепутаете винтики, очень частая проблема при самостоятельной ремонте. Человек, к примеру, вкручивает винтик более, допустим, длинного размера, а там должен был стоять маленького размера винтик. И пробивает. И дисплейный модуль новый, и печатную плату повреждает. То есть тут будьте очень внимательны. То есть вам это может встать в большие деньги. Ну то есть вам нужно будет покупать еще запчасти. Просто запомните, где какой винтик был прикручен. И туда его и вкручиваете. Устанавливаем кнопку Home. Еще раз повторю, что кнопка Home в iPhone 7 довольно-таки слабое звено. То есть при установке не повредите ее. Так как если вы ее повредите, у вас не будет работать Touch ID. Аккуратно я устанавливаю. Устанавливаем металлическую защиту. Ее нужно прикрутить на 4 винтики. Вот довольно-таки характерный пример. Вот когда очень часто люди вкручивают именно вот кнопку Home прикручивают. К примеру, если сюда вкрутить более длинный винтик, вы пробьете насквозь дисплейный модуль. И у вас с другой стороны дисплейного модуля будет точка. Ну, довольно-таки неприятно. Не путайте винтики. Еще раз повторю. Теперь устанавливаем верхний шлейф. На ней находится фронтальная камера. Датчик приближения. Его нужно установить РОБ. Если вы его неправильно установите, у вас может не работать датчик приближения. Устанавливаем слуховый динамик. Прикручиваем винтики. Устанавливаем металлический держатель. И перекручиваем также его на винтики. Прикрутили. Теперь необходимо подключить дисплейный модуль к плате. Подключаем верхний шлейф. Устанавливаем металлическую защиту. Ее нужно прикрутить на два винтика. Устанавливаем металлическую защиту. Устанавливаем ветки. Подключаем теперь дисплейный модуль к плате. Необходимо подключить два шлейфа. Берем металлическую защиту и перекручиваем ее на 4 винтика. Тут тоже будьте внимательны, не перепутайте винтики, так как вы прикручиваете к печатной плате. Если перепутаете винтики, вы можете повредить саму печатную плату. Все прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и закрутить два нижних винтика и все. Мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине, продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что ж в promet Lap Unt profit ф日 это rehome? Редактор праздника